друзья привет я продолжаю гайд по моду botania на версии 1.7.10 и сегодня предлагаю рассмотреть подробнее какие виды есть распространители маны и поговорить про линзы для распространения маны значит мы в прошлых видео уже знакомились с распространителем маны а также его под видом распространителем значит красным распространителем маны который испускает ману по сигналу красного камня значит предыдущие видео мы также рассматривали открытие портала в эльфхейм да где мы можем получить знания эльфов вот и значит с помощью знаний эльфов мы можем скрафтить вот такое дельфийский распространитель маны кроме того есть еще улучшенная версия этого распространителя с построен тельман и гайд для этого же потребуется гави призывать это может чуть позже рассмотрим значит чтобы скрафт такой дельфийский распространитель нам потребуется древесина мечт mommy которым можно получить в эльхейме через портал и чтобы скрафтить вот такой вот распространитель гайя нам потребуется камень дракона до который опять же из портала получается и дух гайя который мы можем выбить из гайи давайте сравним собственно различается они естественно по скорости давайте сопоставим так вот и возьму распространитель себе и допустим бассейн с маной что такое обычный так давайте здесь эльфийский и гай и бассейны поставим посмотрим как будет происходить наполнение смотрите как быстро у нас распространитель гайя наполнил бассейн вот соответственно эльфийский работает немного быстрее да чем обычный я бы сказал что разница не настолько прям велика а а вот распространитель маны гайя наполняет бассейн почти моментально если вам нужно быстро передавать ману конечно вот это самый крутой распространитель так окей значит дальше давайте посмотрим давайте рассмотрим линзы есть огромное количество линз которые позволяют вот это вот распространение маны там производить определенным образом да если мы скрафтим обычную линзу она особых эффектов никаких не дает вот это просто базовая такая часть вот из нее мы соответственно уже можем какие-то эффекты получать значит во первых вот эту самую базовую линзу до линзу маны мы можем покрасить во все 16 цветов и получить например вот я покрасил там определенный цвет давайте возьмем тоже так же фиолетовый например покрашу и получу такой фиолетовый значит в чем фишка так давайте возьмем так вот у меня начинает пулять соответственно подальше поставлю меня таким красивым фиолетовым пуляет здесь допустим у меня зеленый да а с помощью такой линзы я могу красить фиолетовый да тут и был по моему так вот цвета здесь вот зеленый тоже вот фиолетовый покрасить то здесь скорее с точки зрения декоративной составляющей такие вот линзы могут быть интересны взяли покрасили вот чтобы линзы были красивы потому в такой например правым кликом можно линзу забрать поставлю другую вот он сейчас перекрасит соответственно ману струю маны что интересно если мы возьмем джемчуг маны да и покрасим линзу когда типа кого-то перекрасить получится ли нет да перекрасилась мы получим радужную то есть она будет у нас различными цветами переливаться довольно красиво получается так дальше у нас уже идут значит линзы с определенными эффектами значит кроме того что интересно вот эти вот эффекты дали с эффектами можно совмещать вот мы для этого берем так слизи две какие-нибудь линзы вот кладем соответственно верстак вот и он берет допустим эту линзу которая например здесь да и добавляет еще эффект вот у меня например скорость и бурение до совместно получилось кое сборе не однако не все линзы между собой совместимы это стоит учитывать так теперь давайте рассмотрим собственно сами эти линзы что они себя представляют ну линза маны скорость она у нас просто ускоряет соответственно линзу узко ускоряет передачу маны вот но здесь есть как бы один нюанс значит резко увеличивает скорость но при этом лучше начинает терять ману намного быстрее то есть со соединением маны у нас соответственно происходит потеря маны да чем дальше передаем тебе больше потери да если мы ускоряем с помощью такой этой то вот эти потери будут еще еще больше давайте посмотрим как будет работать например он так достаточно быстро передает ну например это вот актуально скажем для таких куда слабых распространителей обычного или эльфийского войди должно работать быстрее ну да вроде бы вроде быстрее наполняет чем без линзы да вот с помощью этого я бы не сказал что прям резко увеличивает ну тем не менее так дальше значит следующее это потенциал да так а он что у нас делает почитаем так а потенциал у нас соответственно удваивает количество маны которая спецглана может передавать вот однако лучше становится нет здесь как бы наоборот получается передача быстрее больше маны передает за раз но происходит честно говоря смысла особо я в этом не вижу вот сопротивление здесь как раз по моему потери сокращаются маны на расстоянии тогда значительно увеличивает количество времени в течение которого передаваться без потерь ну как я понимаю имеется ввиду что если мы такую линзу поставим передаем на большое расстояние потери у нас меньше сохраняется больше так эффективность такая эффективность у нас так уменьшает количество необходимо для начала потери но тоже что-то связанное с потерями до чтобы меньше у нас тратилась так есть уже дальше поинтереснее пойдет здесь уже будут различные эффекты да если это нас просто влиял как на передачу man здесь уже будет добавляться определенные эффекты так давайте вот отскок посмотрим значит отскок у нас будет нам давать эффект так посмотрим так списка вскакивать от стен так то есть если у нас будет какая-то преграда да у нас будет отскакивать сейчас проверим например поставим может какой-то блок какую-то преграду по идее он должна была отскочить то есть если мы не хочет с этим работать что интересно так чтобы не понравилось странно то что линза отскочила но допустим если так ставлю до убирают блок так ну по идее должны были увидеть как он соответственно отскакивает так если мы снова ставим сюда раз вот он отскочил то есть получается помощью вот эта линза соответственно сможет как бы зеркалится от стен мана если мы хотим например что куда-то отзеркаливалась так дальше значит гравитация да то есть она у нас должна вот это вот мана как будто бы действовать прийти притяжение начинает на у нас искривляется дачу мы дальше ставим тем соответственно сильнее у нас пошла да то есть еще раз дело видно будет как у него искривился путь то есть как будто бы заману действует силу притяжения начинает вниз отклоняться так линза бурения то есть вот такая линза интересно если вы хотите вниз направлять куда-то да так линза бурения должна по идее блоки уничтожать на пути давайте посмотрим то я ставлю так вот интересно что будет если например я поставлю сейчас блок и потом уже какой-то потребитель ну-ка так он понимает то есть вот допустим если потребитель поставить поглотить поглотителя мана да там или бассейн то соответственно будет действительно ломать такие блоки которые на три грани стоят так почему-то вот опять а какая-то какой-то здесь какой-то здесь лак происходит но в целом туда интересный такой такая линза и бурение сбурить дальше повреждения так вот это линза должна наносить повреждения причем что интересно так давайте сейчас читаю описание насколько я понял но повреждением оба можно носить так и ну да только мобом повреждения так допустим ставлю потребитель так и какой мог бы заспавлю попробую пример овцу смотрю что будет до чего себе почти моментально то есть как альтернатива на каком-то киллеру джо да пожалуйста чтобы мог убивать чем делать мгновенно там достаточно большой урон здорово так значит дальше призрачность это тоже достаточно интересная линза здесь она работает в совокупности с с такой интересной тоже штукой как заумная платформа вот заумная платформа у нас крафтится значит из жизни дерева и жемчугоманы фишка у такой штуки давайте сперва я покажу в том что ее можно использовать для того чтобы делать такой вот незаметный вход вашу базу допустим там же какую-то тут делаю например там какая-то база у меня подземная вот я такой прячу вот если просто бегу это как обычное дерево кажется да есть нажимая shift как будто бы продукта то я проваливаюсь вниз такая вот прикольная штука чем вверх получается тоже могу проникать да то есть если вверх иду для проникает такой отход своеобразки просто бегу не проваливаюсь из шив зажимая проваливаться кроме того вот эту вот штуку можно замаскировать по моему практически под любой блок берем блок и правым кликом раз 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 красим все вот какие-то дубы не знаю можно по траву например закрасить попробовать да все только что странно какой-то цвет травы так и фишка вот такое это самое что он должна проходить по идее через блок вы считать его прозрачным вот и все такая линза призрачная так дальше значит линза магнетизм я честно говоря принципа и не понял но должно как будто бы намагничивать предметы которые потребляют ман вот что-то мне не получилось ничего если у вас что-то получается с этой линзой что-то неинтересно можно делать напишите в комментариях энтропия по идее должна взрывать блоки вот давайте посмотрим какой блок возьму так я наверное все таки это сделала подальше значит все мои экспериментальные установка сейчас тут разнесется так давайте какой-то распространитель возьмем сюда сделала так возьму распространитель например гая ставлю гуляет и так я поставлю соответственно вот эту линзу до ее делу сейчас еще раз возьму я так энтропия надеваю так какой потребитель и уберу ну-ка куда-то он полетел непонятно очень далеко хорошо такой блок попробую честно препятствия сделать например такой по действию попадет он должен взорваться о пожалуйста ничего себе здорово хорошо что я сюда перенес это все мне бы там все разнесло просто так дальше воздействие насколько я помню вот эта линза должна у нас на какие-то предметы которые мы кидаем отталкивать в том направлении куда движется у нас соответственно вот и бросаем он отлетает все это судя по описанию это действует как на какие-то выброшенные блоки вот так на опыт например шарики сок там и так далее так дальше значит масса значит масса двигает блоки то есть если мы какой-то блок поставим сюда вот таким он как будто бы значит если не попадает мана он будет как будто бы как песок как или гравий себя вести то есть падать вниз давайте проверим вот так напал вниз как песок или гравий как будто бы утяжеляет блоки так дальше линзоманный поджог ну уже понятно да что будет делать соответственно будет поджигать блоки давайте проверим поставлю потребитель так и да вот тут поджигает бог соответственно перед этим окей тоже может быть интересно так дальше значит что у нас еще осталось осталось монза силы так про я уже забыл читаем что она там делает так линза силы так поджог мы рассмотрели так вот линза силы а работает как поршень да то есть попадают то он должен как будто бы на него поршень подействовал вот так вот окей так у нас по моему осталось еще одна линза вот и стандартного набора так flash 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 значит вспомнить что она делает по моему она какие-то искры спускает да она вроде способ себя оставляет искры так да судя по всему да сейчас опять же потребителя как они сюда поставлю давайте проверим так если теперь уберем он после себя по идее должен оставить такого же цвета искры вот на месте да вот такие вот искры остаются монофлэш чем такого же цвета какого баламан все можно покрасить такие вот декоративные остаются эти искры в целях декора это может быть интересно так у нас еще остались там эльфийские линзы но я это оставлю до следующего ролика если вам понравилось ставьте лайк подписывайтесь на канал жмите колокольчик чтобы новые не пропускать рекомендуйте друзьям комментарии пишите свои замечания жду вас следующая серия пока